Продолжение следует... ...месяца таблетки Диана-35 будут полностью запрещены и изъяты из продажи, поскольку они могут привести к образованию тромбов. Основное назначение Дианы-35 – средства от угрей. Однако во Франции его нередко используют в качестве контрацептива. В нашей стране основное предназначение этих таблеток именно в этом. Только с прошлого года в наших аптеках таблетки отпускают осторожно и сначала обязательно спрашивают по назначению врача или нет. Наши врачи утверждают, что с 2013 года постепенно контрацептивы, так же как и во Франции, будут изъяты. Уже есть случаи, когда женщины жаловались на нарушение гормонального фона. Поэтому, когда мы гормоны женщине предлагаем, когда мы ей выбираем, мы сперва женщине объясняем. У нее все анамнезы спрашиваем, чем она болела. Если женщина, например, однократно была тромбоэмболией не под линией гормонотерапии, а под рукой, например, инсультами, инфарктами или даже обыкновенное давление у нее, артериальное давление, мы ей стараемся гормоны не назначать. Также медики рассказали, что в составе Диана 35 очень высокий состав этинилэстрадиола – 35 миллиграмм. Это очень грозный состав, который может привести ко многим побочным эффектам. И в последнее время гинекологи стараются назначать контрацептивы, осторожно, полностью изучая историю болезни. Все гинекологи, те, которые с нарушением, например, менструального цикла или те, которые с бесплодием, они никогда гормоны не определяют. Даже если женщина, тем более, с целью контрацепции хочет именно гормональный препарат, но если, конечно, у нее нет других жалоб с других органов, например, не обязательно гормоны проверять. Многие современные девушки не всегда относятся к вопросу планирования ребенка со всей серьезностью, зачастую злоупотребляя контрацептивами и не думая о последствиях. Но все же не стоит забывать о походах к врачу. Ведь сами медики советуют заранее обследоваться, пролечить хронические заболевания и, конечно, вести здоровый образ жизни. Радуются, что все-таки есть и такие, кто к этому вопросу подходит со всей серьезностью. Самое главное, чтобы был здоровый ребенок, обязательно надо планировать. Потому что, если они планируют зачатие ребенка, обязательно к чему-то приводят, к какой-нибудь патологии. Поэтому я женщинам предлагаю, мамам, чтобы обязательно планировали. Медики гарантируют стопроцентно успешное протекание беременности с учетом, если будущие мамы заранее будут планировать рождение ребенка.